Победа 10 лет – это спортивная жизнь одного поколения хоккеистов. Очень многое изменилось за эти годы. Построен великолепный спортивный дворец в лучших традициях мирового хоккея, закуплена спортивная форма, о которой раньше можно было только мечтать, во многом поменялся состав игроков. Прошло время. Неизменным осталось одно – энергия вновь чемпион. Весна 78-го года. Как это было давно. Позади изыскательские работы по строительству «Нграсс», сама всесоюзная стройка набирает невиданные для Якутии ударные темпы. Перефразируя классика, можно сказать – в жизни всегда есть место спорту. Станцию строили люди далеко не слабые, и спорта не выбрали – стать себе, хоккей. До всего было дело людям того неравнодушного поколения, на все хватало времени. Дмитрий Владимирович Букин. Сегодня любой ветеран станции, любой краевед скажет вам, что был тот человек первый директор строительства «ГРЭС» и ее первый директор. Все так и было, но, наверное, немногие знают, что благодаря Дмитрию Владимировичу и зародился на земле Южной Якутии в хоккей. В своей книге «Долина Алангро» Дмитрий Букин пишет. Одной из крупных удач в жизни, считаю, встречу с первым заместителем генерального директора стадиона «Лужники» в Москве Алексеем Гусевым. Гусев неоднократно был у нас, консультировал по всем спортивным вопросам, и благодаря его заботам в ноябре 1981 года в Нерингере прошел чемпионат СССР по хоккею с шайбой среди команд мастеров класса «Б». Был такой класс, но это было лишь в 81-м. А тогда весной 77-го готовилась спортивная площадка, создавалась секция хоккея, через тренеров московского «Спартака» доставали форму. Говорят, у мальчишек не было отбоя. Интересно, помнят ли пацаны 77-го года, кто был их первый тренер, кто учил стоять на коньках, держать клюшку? А ведь был это все тот же директор Букин, правда, недолго. В 81-м году приехал из Мирного Владимир Тюрюханов, который и тренировал команду «Энергостроитель» «Гидроспецстроя», закладывая прочный фундамент для хоккея «Серебряного Бора». В 83-м Владимира не стало. Погиб. Сегодняшние ветераны говорят, настоящий был мужик и тренер от Бога. Помнят, и это, наверное, главное. В 81-м году пришел в команду молодой нападающий Константин Фаткулин. А через два года доверили ему тренерский пост, который Константин Михайлович достойно занимает и по сей день. Кандидат в мастера спорта, выпускник Хабаровского института физкультуры, это ему предстояло без малого 20 лет ежедневно решать проблемы хоккея и энергетиков, доказывая право на жизнь. Ведь не было в 83-м ни этой спортивной базы, ни блистательных побед, которыми по праву гордится город. Но всегда был энтузиазм, вера в победу и, что очень и очень важно, постоянная поддержка коллектива станции и всех ее руководителей от первого до последнего. Бывшие спортсмены занимаются, вообще это группа здоровья. Хоккей для меня основное на станции, это детский хоккейный клуб. Вот, основное хоккей мое, я за них, так сказать, и страдаю, и радуюсь, и веселюсь. Ну а это просто группа здоровья. Правда, я повторяюсь, много ребят, мастеров спорта, которые раньше хорошо хоккеем занимались. Вот второй год мы возродили эту традицию, вот видите уже, человек 20-25, у нас группа здоровья. Я хочу сказать, что именно для взрослой команды, для команды мужчин, уже некоторые, я хочу сказать, что даже пенсионеров у нас несколько человек есть в нашей команде, это прежде всего здоровье, ну конечно, участие во всех республиканских, городских соревнованиях. Но основное, основное, я говорю, это вырастить наших детей здоровыми, крепкими. Пусть из них не будут все чемпионами, самое главное оторвать их от улицы, самое главное, чтобы они были здоровы в моральном плане, физически, и бойцами, не только на льду, но и в жизни. И трудовой коллектив, и профсоюзный комитет поддерживают идею сохранения клуба при Нерингринской игре. Мы прекрасно понимаем, что бюджету многие вопросы не решить, в том числе и финансовые. Да, нам тяжело, но мы будем содержать этот клуб, пока Нерингринская игре будет работать. Дети будут заниматься хоккеем, будут играть в хоккей. Только дилетанты или человека равнодушного могут не впечатлить победы парней из маленького якутского поселка Серебряный Бор. Команду с гордым названием «Энергия» знали и знают далеко за пределами республики. Стоит только представить, сколько людей играло в хоккей в Советском Союзе и сколько играет в России сегодня, станет ясно, какой ценой доставались эти громкие победы. Восемьдесят четвертый год. Город Ленск. Шестнадцать команд. Энергия. Первое место. Восемьдесят пятый год. Игры зоны Сибири и Дальнего Востока за участие в первенстве СССР. Энергия. Первое место. Тридцать первое декабря восемьдесят пятого года. Зеленоград. Всесоюзный приз Деда Мороза. Восемнадцать команд. Зеленоград. Первое место. Энергия. Второе. Позади спортивной школы Москвы. Динамо. Спартак. Торпеда. Март восемьдесят шестого года. Ярославль. Турнир. Золотая шайба. Шестнадцать команд со всего Союза. Финальная игра. Торпеда Ярославль. Энергия. Серебряный бор. Счет восемь шесть. Торпеда. Чемпион СССР. Энергия. Пятое место. Пятое из всего многомиллионного Союза. Нападающий Андрей Пинчугов и защитник Евгений Яковлев признаны лучшими игроками турнира и приглашены в высшую лигу Торпеда Ярославль. По тем временам далеко не слабую команду. Через тринадцать лет, когда уже не будет Советского Союза, но будет турнир «Золотая шайба», история вновь повторится. Девяносто девятый год. Первый. Чемпионат России. Семнадцать команд. Борьба в финале. Итог. Пятое место. Павел Остапенко становится игроком московского «Динамо». Фарах Зиеддинов переходит в «Электросталь». Не слабо. Но это уже история. Сегодняшний день хоккея энергетиков – это прежде всего спортивная школа, где готовятся ледовые дружины для будущих, будем надеяться, громких побед. Но есть ли резервы? Не ослаблый ли с годами и житейскими неурядицами тяга мальчишек к этому мужественному спорту? Шесть возрастных групп по 20 человек с 83-го по 94-й год рождения ежедневно весь зимний сезон выходят на лед спортивного корта «Энергия», занимаясь абсолютно бесплатно. Это говорит о многом. Сколько же всего поколений спортсменов получили за эти годы закалку на льду серебряного пора? Ну и сегодня. Каждый набор ведут родители своих сыновей в школу Константина Фадкулина, потому что верят в него. Да и сам Константин Михайлович в разные времена привел двух своих сыновей в свой родной клуб. Сегодня младший 12-летний Константин упорно тренируется, готовясь к главным спортивным сражениям. Старший Андрей, кстати, участник легендарного турнира в Ярославле, закончил спортфак ЕГУ и работает с отцом в клубе. Вот такая спортивная династия. Кстати, не единственная. Бурановы, Вышеславцевы, Шатуновы. Будем надеяться, этот список еще пополнится. Ежедневная тренерская работа в клубе лежит на плечах тренеров Михаила Вышеславцева, Аркадия Шатунова и Игоря Дунаева. Работы хватает, но ребята сами прошли жизненную школу хоккея и к трудностям им не привыкать. Да и любви к этой игре не занимать. Я работаю с командой возрастной группы 1986-1987 года рождения. Уже порядка семи лет. Сейчас в перспективе у нас хороший защитник Томашевский Сергей и нападающий Мизинов Евгений. А кто из вас знает самых знаменитых хоккеистов? Каких хоккеистов знаете? А кто из вас будет хоккеистом, когда вырастет Большой, и будет хоккейистом? А чемпионами кто будет в Серебряном Бару? Я чемпион. В следующей неделе. С кем будете играть? С городскими. С городскими. А кто выиграет? Мы. А если городские выиграют у вас? Кто-то плакать будет, нет? Нет. Мы будем терпеть. А чему можно научиться водить шайбу? Подкинуть шайбу. Подкинуть шайбу, как тренер подкинул ее до потолка. Скажите, а когда тренируетесь на тренировке, вам бывает больно? Нет. Нет. Всегда вот только так катаетесь, никогда не падаете на лед, никогда, да? Почему падаем? Падаем. Падаем всегда. Когда выросли, будем не падать. Дам губи, работаю не дам. Ну, а хочется отметить, что первое бросается в глаза, это отношение тренинского состава к своей работе. Традиции большие, которые сложились здесь за много лет. Достижения, вот сами видите, да, здесь какие-то кубки. Ребята и в Москве, и по всей стране поездили, показали себя с лучшей стороны. Это тоже заслуга тренерского состава. Очень плотный график тренировок. У старшей группы тренировки ежедневные. Нагрузки уже солидные дети получают. Ну и видно, как они растут изо дня в день, мастерство повышается. Поэтому я советую родителям, кто еще не знает об этом, приводить своих детей сюда. Это будет лучший ваш выбор в жизни. Вы об этом никогда не пожалеете. Я работаю с группой 91-92 года. По мнению специалистов, тех, кто посмотрел эту группу, группа очень перспективная. Очень много талантливых детей, таких как Харазий Сергей, Антон Петров, Савченко Павел. Много еще можно ребят называть. Просто дети получили бесплатную страховку от наркотиков, курения, алкоголя, от болтаний безразличных по подвалам. Просто идеальный вариант для занятий спортом. Сегодня любовь к хоккею в поселке настолько огромна, что даже эта юная леди Серебряного Бора не смогла отказать себе удовольствие погонить шайбу с настоящими мужчинами. Лера! Лера! А ты давно в хоккей играешь? Сколько уже? Ну, не знаю. А пацаны тебя не обижают? А кто лучше играет, ты или пацаны? Я. А твои подружки будут приходить в хоккей играть или ты одна будешь играть? Знаю. Они не хотят играть? А в куклы ты играешь? А что тебе больше нравится, в хоккей играть или в куклы? В хоккей. В хоккей? Ну, ладно. Пацанов ты не обижай, они, смотри, какие маленькие. Не будешь их обижать? Нет, я не обижаю. Нет, я не обижаю. Вот такой хоккей. Но будем надеяться, что еще долгие годы мальчишки энергии смогут сами защищать престиж и приумножать бывые традиции клуба. А девчонки все-таки останутся искренними поклонницами их побед. Вот так и живет клуб хоккея «Прингресс». Живет при полном взаимопонимании к поддержке руководства станции и всего коллектива энергетиков. Впрочем, как и все эти годы. Это уже традиция. Славная традиция. А в благодарность за заботу и веру в команду все эти громкие победы. Да и не могут парни иначе, ведь на их майках красуется гордое слово «энергия». Не пропал хоккей в долине Алан-Гро в трудное время-времечко. Будем надеяться, что не пропадет и сегодня. А завтра будет лучше. А пока есть мечта у человека, дело его живет. О чем мечтаете, Константин Михайлович? При хорошем финансировании, конечно, хотелось бы, чтобы здесь был искусственный лед. Тогда бы от нас меньше уезжало детей. В Викуде вообще самые перспективные дети, самые лучшие. Отсюда много из Биркотита, Снеринга, Серебряного Буровыха. И хотелось бы на базе этой команды, 86-87-го, составить команду мастеров класса. Это мечта, наверное, все здесь живущих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА